Рупоры, щиты, накидки, флайеры. На рекламной передовой дети и подростки, которые работают прямо у дверей психоневрологического диспансера. Это возмущает неравнодушных горожан. Здесь принимают людей, которые, соответственно, с заболеваниями. В связи с этим дети могут подвергать себе опасности, потому что может быть какой-то агрессивный любой больной человек, они могут к нему случайно подойти и подвергнуть себя этим опасности. Но это, похоже, не волнует их работодателей, две частные клиники. А те, кого волнуют, лишь раздражают владельцев медцентров. Об этом они заявляют открыто. А сколько вам заплатили за такую информацию? Мне? Да, вам сколько заплатили за такую информацию? Мне сколько не заплатили за эту информацию. А откуда такое беспокойство, когда приходит конкурирующая фирма, те же дети, только меньше роста, меньше возраста, здесь ходят. Здесь же ходят. Они также подвергают себе опасности, понимаете? Собеседница назвала себя администратором клиники Диалмед, которая и нанимает детей. С Еленой поспорила, а с нами говорить отказалась. Людей, дураков нет, понимаете? Дураков в России нет. Если вы свою точку зрения не выскажете, не будет картина полноценной. Я не разговариваю с подлыми людьми, понимаете? А нам было с кем поговорить. По законам драматургии появились и новые действующие лица, и новый конфликт вокруг предыдущего. Представитель клиники конкурента уверяет, Диалмед не просто проводит агрессивную рекламу, но буквально давит на промоутеров клиники Витамед. И защита нужна совсем не подросткам. Здесь работала моя мама, ей два раза в лицо брызгал человек, на это тоже писали заявление. А вчера на меня вот перед въездом в ихнюю территорию был совершен наезд автомобилем. Меня ударили бампером вот в ногу, я написал как бы заявление. В клинике нам показались записи с телефонов и камер видеонаблюдения. Здесь, к примеру, видно, как промоутера одной клиники окружила компания подростков, нанятых конкурентами. Были и угрозы. Представители Витамед поделились и такой записью. Короче, слушай меня внимательно. Еще раз, это мой бизнес. Вы здесь стоите, напротив моей больницы. Я тебе в натуре ноги поломаю. Иди стой возле ее больницы. Где там она работает? Кто тебе дает? Иди там стой, понял? В полицию заявление будешь писать, это бесполезно. Я тебя бить не буду, понял? Она тебе синяков не будет, понял? Я тебя сделаю так, тебе будет очень больно. Этими угрозами, надеемся, займутся правоохранительные органы. А в чьих руках безопасность детей, которые рекламируют обе клиники, вопрос уже к взрослым. Что рекламируете? Справки. А вам есть 18 лет? Нет. А вы не боитесь, тут же психические больные ходят за свое здоровье? Не боюсь. Ну, никаких случаев еще не было? Нет. Хотя, по словам врачей, буквально вчера одна из пациенток диспансера чуть не сорвалась на подростков. Но вот еще вопрос. Кому агрессивный маркетинг вредит больше? Детям или пациентам? Прямо сюда, на площадь рекламных войн, выходят окна дневного стационара психдиспансера. Там сейчас лежат люди после транквилизаторов. Им нужно поспать, отдохнуть. Но покоя они не знают. Зато благодаря рупору знают о новых акциях. Окна выходят, здесь идет прием. Представляете, вот он сейчас рекламу свою озвучивает. Мешает моим докторам. Окна открыты, лето, жарко. Ну, то есть, очень сложно стало работать. Подростки абсолютно неуправляемые. То есть, грубые, невоспитанные. Могут здесь устроить между собой какие-то вот перепалку. Кричат, либо они цензурно выражаются. Заведующая главврача диспансера подтверждает, навязчивые дети могут спровоцировать человека с психическим расстройством. И что еще важно, пациентов путают флайеры, которые раздают на пороге диспансера. Им кажется, что справку на ношение оружия, несмотря на диагноз, дадут именно здесь. Получается, на военном фронте двух конкурирующих частных клиник страдает еще и репутация больницы государственной. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком.